так дорогие мои всем доброе утро субботнее утро 17 сентября сегодня новостного блока я думаю что не будет вместо этого я для вас подготовила короткий обзор вообще на тему что такое фонды мне просто задавали вопрос комментариях и поэтому я вот считаю что нужно прояснить этот момент то есть вы спрашиваете у меня что вот а как же быть с непредвиденными расходами то есть когда что-то случается незапланированное что-то ломается что-то вдруг необходимы деньги на какие-то ваши расходы там личные там обновить там гардероб или вдруг куда-то поехать и так далее собственно если вы участвовали в нашем марафоне погасить долги досрочно вы знаете что я вам там говорил о том что то с чего мы там начинали собственно действовать да это анализ ваших расходов хотя бы за последний год потому что если вы возьмете таблицу или тетрадку где вы записываете все свои расходы выписки по вашим банковским картам то даже годовые платежи которые попадают в эти в эти расходы вы их увидите то есть вы таким образом сможете составить свой финансовый план например расход там за аренду там там страхов например страховка или за аренду за аренду чего-то за что вы платите один раз в год ну то есть и таким образом вы увидите поймаете вот эти все расходы значит за еще один из инструментов которые мы там использовали называется инвентаризация то есть нужно просто составить как это ваш личный баланс то есть понять в каком состоянии находятся ваши активы и где и что это за активы там земля заводы пароходы какая-то бытовая техника потому что что такое то есть нужно нужно понять в каком состоянии находят они находятся какая степень износа например у нас бухгалтерии у нас начисляется амортизация или износ но амортизация для коммерческих организаций не износ для некоммерческих организаций в общем не суть то есть мы таким образом когда вы когда мы принимаем на баланс объект какой-то то есть мы предполагаем какой у этого объекта срок полезного использования исходя из этого мы ежемесячно начали амортизацию и таким образом списывается стоимость основного средства да или или ну в общем я вам предлагаю просто такую же логику применить в отношении всех ваших объектов то есть просто составить список этих объектов пройтись там по дому по загородному дому и вообще как бы понять в каком состоянии находится ваше имущество и где когда что нужно подлечить подремонтировать либо когда нужно заменить и вы таким образом составите то есть ваш план обновления вашего вашего ваших основных фондов это прикольная такая история то есть это то чем реально можно заняться как раз на выходных сейчас как раз суббота воскресенье хорошая тема так и следующее значит какое количество фондов исходя из вот этого анализа состояния ваших фондов и анализа ваших трат то есть вы приходите к следующей идее о том ну то есть с учетом ваших целей значит где вы соответственно хотели хотите находиться и из исходя из этого будет и количество фондов которые вам необходимо создать это может быть фонд на здоровье фонд на образование детей фонд на собственное образование фонд на путешествие и так далее просто сядьте один раз пропишите с какие фонды вам нужно хорошо такая простенькая история простенькое упражнение и если вам интересно ставьте лайки завтра продолжим расскажу даже что делать с фондами и самое интересное какое количество фондов должно у вас быть всех обнимаю хорошей субботы